Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии очень интересный гость Дарья Семеновна. Дарья, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители! На днях президент встречался со студентами. Эта встреча показательна тем, что, как выясняется, президент у нас вполне доступный человек, что обычная студентка может подойти, рассказать свои чаяния, свои проблемы и даже некоторые просьбы отставить. Давайте посмотрим видео, а потом продолжим разговор с Дарьей. Как вы знаете, в 2017 году в городе Сочи проводился Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Точно. Он, по-моему, с 1947 года вообще в Советском Союзе начал проводить. Я бы хотела предложить провести такой фестиваль еще раз в ближайшее время на территории Краснодарского края. Если бы вы поддержали мою идею, уверена, что наш губернатор поспособствует в помощи организации такого масштабного, яркого, незабываемого события. Идея сама в себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим. Это не от нас зависит, зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная, потому что такие события, они объединяют людей, признаны объединять людей. Вы расскажите, как это произошло и каким образом вы оказались в фокусе вообще общественного внимания? Так как я приехала из Австрии, из города Вены, я, к сожалению, столкнулась с ущемлением прав как гражданка Российской Федерации и была вынуждена вернуться на родину. Поэтому оказалась на данном мероприятии, чтобы поделиться своей историей. Как вы будете развиваться, в какую сторону вы пойдете? Ну, как я вчера изъявила желание, работать в администрации президента Российской Федерации, начать свою карьеру и работать на благо Родина. Хотелось бы узнать, смогу ли я получить работу в администрации президента Российской Федерации по окончании своей учебы. Поддержали бы вы мою кандидатуру? Это будет зависеть от того, как вы закончите университет. Ну, администрацию президента, мы просим серьезно отнестись к просьбе Дарьи, тем более, что президент не возражал, а, может быть, даже в глубине души и поддержал. В начале 80-х, когда был период самого большого охлаждения между ядерными державами, такими как СССР и США, информационное поле взорвали две маленькие девочки. Одна была русская, такая была Катя Лычева, а вторая была Саманта Смит, американка. И они написали, каждый из них, письма своим президентам. И, как бы сказать, после этого начались какие-то там такие, даже не межправительственные, такие общественные движения друг в сторону друга. Ну, и как бы все проговорили про эти голубей мира. Я сейчас не хочу на вас, потому что вы взрослый человек, сформировавшийся уже. Но, тем не менее, именно вот сложные международные, как бы сказать, позиции, да, очень иногда легко бывает разрушить какую-то простую вещь. Вот, да, вот вы молодая, красивая девушка, вдруг там вот какие-то вещи с президентом обсудили. И кажется, это так просто, да, и кажется, это так легко. Как вы видите эту историю? Можно ее как-то на вас спроецировать таким образом? Вы знаете, я вчера предложила идею проведения Всемирного фестиваля. Помню. Студентов и молодежи. Я считаю, что такая площадка в настоящее время была бы очень актуальна и необходима. Вот эта международная общественная дипломатия на параллельных связях среди молодежи могла бы расколоть вот этот лед, который сейчас вот образовался между нашей страной и какой-то частью мира. Поэтому я и вынесла такую идею, где, ну, я лично могу поделиться своей историей с ребятами, ребятами из других стран, кто столкнулся с какой-то несправедливостью, чтобы мы на таком дружеском уровне, как студенты, молодежь, как друзья, решали такие вопросы и в дальнейшем выстраивали только дружеские, позитивные отношения. Ну, вы идете по той же кальке, потому что вот после появления вот этих двух девочек, да, американки и русской, провели фестиваль международной молодежи студентов в 85-м году в городе Москве. Тогда вы предложили провести этот фестиваль на территории Краснодарского края? Да. Вениамин Иванович, тогда вот давайте воспримите это как официальное обращение прессы с помощью вот молодой общественной, общественницы нашей теперь уже. Давайте рассмотрим этот вопрос. По крайней мере, вы как губернатор можете поддержать эту инициативу, потому что инициатива-то она уже выдвинута, да, вроде даже и президент ее поддерживает, поэтому давайте подумаем на эту тему. Тем более, что Дарья сама выдвинула себя на позицию волонтера в этом проекте. Дарья, а как вы вообще оцениваете, вот вы такая одна у нас общественница, или все-таки есть какое-то желание у молодежи участвовать в такого рода мероприятиях, как волонтеры? Я думаю, что многие меня поддержат. Например, уже некоторые из моих друзей мне вчера написали, хотят участвовать. Возьми нас с собой. Даже ребята, которые были со мной, к сожалению, у них не было слова, очень хотят принять участие, показать, на что способны, и помочь в реализации проекта. Даша, ну очень приятно было с вами провести сегодня вот эту беседу, вот этот вечер. Очень радостно, что есть такая молодежь, как вы. Будем пытаться каким-то образом даже и участвовать в ваших стремлениях. Поэтому спасибо, всего доброго. Спасибо, всего доброго. До свидания.